Этой весной Хонда первый вывела на рынок серийный автопилот третьего уровня, который достался флагманскому седану Legend. Это значит, что искусственный интеллект готов самостоятельно управлять машиной, но не всегда, а в определенных условиях. Скажем, в дорожных заторах водителю полуавтономного седана Legend даже позволено смотреть телевизор. На магистрали электронный разум готов удерживать автомобиль внутри полосы, а также управлять скоростью. Плюс есть функция автоматического обгона. При этом водитель может запросто отпустить руль, но обязан контролировать окружающую обстановку. Поэтому внутри салона установлена камера слежения, которая наблюдает, чтобы глаза водителя смотрели на дорогу. Формально именно Хонда первый сделала третий уровень автономности достижима. Вот только всецелому принятию этого факта мешает одно «но». Тираж таких машин ограничен всего лишь сотней экземпляров. Поэтому титул создателя первого крупносерийного автопилота третьего уровня получит концерн Daimler, который получил от немецкого федерального транспортного агентства «КБА» — одобрение типа на систему «Драйв Пилот». Правда, пока мерседесовская электроника имеет право работать только на скоростях менее 60 км в час и только на определенных участках дорог. Скажем, в Германии есть лишь около 13 тысяч километров, где можно доверить управлению машиной роботу. При этом автопилот, подчиняясь правилам ООН, не умеет самостоятельно перестраиваться и обгонять. Максимум — уклоняться от столкновения внутри своей полосы или тормозить вплоть до полной остановки. Кроме того, в пробке автономный мерседес будет держать огромную двухметровую дистанцию до едущего впереди автомобиля, а на скорости 60 км в час расстояние увеличится до немыслимых 27 метров. Понятно, что при таких зазорах найдется немало желающих вклиниться перед столь осторожным участником движения, на что машина, очевидно, будет реагировать постоянными подтормаживаниями. В общем, пока система DrivePilot выглядит этаким палеотивом, а не полноценным автопилотом, которому можно доверить управление всегда и везде. Кстати, Tesla, которую принято считать лидером по части автопилотирования, пока не смогла сертифицировать систему FSD до третьего уровня. Ведь нынешняя версия не делает машину автономной, а водитель обязан активно наблюдать за процессом управления. Редактор субтитров А.Семкин